Я могу сразу сказать, что это будет второй по трудности челлендж, где я не буду вообще ставить паузу в этом челлендже, предупреждает сразу. То есть, здесь он идёт просто 10 минут, и я не хочу, чтобы видос длился минут по 20, потому что его смотреть-то никто не будет, это скучно. Сразу лайк, сразу попрошу вас лайк с вас на наш с вами ютуб канал, подписку, колокольчик и самое важное, комментарий. Больше ничего не могу попросить, и лайк не забудьте. Погнали! Привет! Очередная порция песен, зашифрованных в эмодзе, моими подписчиками, которую тебе предстоит отгадать за 10 секунд. Бро, как всегда супер! Всего будет 20 песен. Так, давайте перемотаем тогда. Жми на колокольчик. Погнали! Погнали! Ну давай! Так, я потише буду делать. Школа-то хорошо, а Богдану-то ещё лучше. Не знаю. Здесь было легко, и ты сразу угадал песню Джизуса, «Девочка в классе», которая была самой лучшей девочкой в школе. Самой лучшей девочкой в школе. Так, ладно, подожди. Артур Пирожков, «Алкоголичка», я так считаю. Да, да, да. Не знаю, почему изобразили имя две бутылки. Видимо, решили, что одной будет мало. Так, погромче. Ведь, несмотря на милое личико, ну ты понял. Несмотря на милое личико, алкоголичко. Дава, выдыхаю д... Вирби один. Если ты сейчас подумал, что это песня про задумчивого человека, то ты был очень близко. Это Нурминский и его трек «Уйду с...» Ну чё перемотаю там? Не знаю эту песню. Самолёты. Зиверт. 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 Шарик. В небе паруса или как там. Конечно же это улетающий... Шарик, точнее шарик. В небо шарик в форме сердечка. Изи. А с Юлией Зиверт. Потому что я уже... В небо шарик. Он был в форме сердечка. Изи. Алкоголь. Виски-кола королевы танцпола. Снова легко. Вряд ли кто-то подумал, что это дождь из виски. А вероятнее предположил, что это трючок Макса Коржа «Пьяный дождь». Пьяный, пьяный, пьяный дождь. Пробирает дождь. Пьяный, пьяный, пьяный дождь. Блин, на паузу-то нельзя ставить. Давай одну. Почему девочка любит пати, любит виски? Не знаю. Ну точно, либо виски-кола королевы танцпола, либо до встречи на танцполе, там алкоголь, кока-коле. Относительно свежая песня о любительнице виски. Девочки со вписки. Отстаньте. Что сказать, виски в песнях нынче в тренде. Ты моя девочка со вписки, та, что любит виски. ЗАЛУПА! Старый прикол. Не знаю. А ты знал, что если на луну направить лупу, то там можно разглядеть фараона. И никакого-нибудь Рамзеса или Тутанхамона, а Глеба Голубина. Он даже песню написал об этом, но Луне называется. Так что можешь вооружиться лупой и попробовать найти на луне фараона. Если получилось... Ёжик! То тебе пора пересмотреть... Чё вспомнил? Из смешариков, из смешариков. Ё... Ёжик! 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 Да пошёл ты в жопу, козёл! ...своё питание. Как минимум перестать покупать грибы у бабушек на улице. Не буду. Ну а если ты просто... Я мухоморки просто обычно покупаю и кушаю. Гадал. Потому что денег нет на нормальную еду. Песню, то засчитывай себе бал. Ищем меня на луне. Это всё, что я умею. Со второй в маму умею. Шоколадный заяц. Шоколадный заяц. Старая песня. Старая песня. Я шоколадный заяц. Я ласковый чё-то на все столы. Нет, это не Аленка, шоколадная девчонка от Кино-Белоруссии. Да, да, я так и знал. До Аленки в далёком... Я так и думал. Лайк мне за это. В 2003 году шоколадной болезнью страдал нарцисс Пьер, который стал известным благодаря участию во второй фабрике звёзд и своему хиту Шоколадный заяц, который загадан в эмодзе. Шоколадный заяц, я ласковый мезарец, я сладкий на все столы. Я ж сказал. Так. Целовать? Здесь я дал тебе очевидную подсказку. Нет, кстати. Ведь ты мог не смотреть крайний выпуск с новинками. Я больше скажу, я не слушаю. Которые рассказывают про то, что Тима Белорусский Дайте я перемотаю. Подписчики зашифровали её в эмодзе. Наши встречи не случайны, где бы мы не пересекали с кем. Вот и домашнее задание от подписчика. Первые 10 человек, которые отгадают зашифрованную в эмодзе песню, попадут в следующий выпуск. И, конечно же, счастливый. Давайте дальше быстрее. Хочу дальше новую. Просто подпишите. Так. Любовь ноты. Любовь ноты. А в этом эмодзе-ребусе зашифрована песня этого года. Да ёптую дивизию, ну как бы я угадал? Исполнителям Монатик. Былы-былы-былы буду ритм-элоу, рифт-элоу, watch your back, вот мой flow, безусловно. Если подумал, что тебя до сих пор не отпустит... Я сейчас впервые ничего не сказал. Хотя не так понимаю. ...в стиле грибы, то можешь успокоиться. Это новая песня Лёши Свика, в котором ему полная луна указывает след. Видимо, он тоже покупает грибы у уличных торговцев. Слушайте, знаете, вот если вы будете вот так сидеть, то так кровь больше к мозгам приливает. Смотрите, я сейчас буду угадывать всё подряд. 3x3 А вот если бы ты всё-таки смотрел выпуски с новинками, ты бы с лёгкостью отгадал совместку от группы... Это мой козырь в рукаве, когда я так сижу, я могу всё угадывать. Вы об этом не знали, это моя... Нет, это не болезнь, это козырь в рукаве. Но не в рукаве, а в ногах только. Танит 104-го Этифеста. Под названием 3 на 3. Пацанам, зацепи своих подруг, поиграем в стритболт. Здесь есть догадки то, что это... Либо френдзона, чё-то типа того. Либо почему я во френдзоне, либо бесплатный... Wi-Fi? Ольга Бузова? Нет. Что бесплатное? Что из бесплатного может быть? Я просто ещё спать хочу, я всю ночь не спал. Ты мог не знать эту песню, но догадался, поскольку... Нет, слился я. ...у фри в эмодзе и тени человека, что песня называется Freeman. Это трек этого года от Мияги и Энди Панды, на который 20 августа вышел клип. Отстаньте. И он обязательно попадёт в следующий выпуск с новинками. Дай знать в комментариях, если ждёшь обзор новинок. Хорошая песня, я знаю. Чё за херня? Какое время, больница, апартаменты, где люди живут? Родись, страдай, умри и в рай? Но это точно не фейс Калашников. Это нереально. Что сказать? Рэпчик в чистом виде. Ох, твоё ж дивизию, точно. И ничего лишнего. Город под подошвой от Оксимирона. Не знаю, бровлили на дно, это дорожка. Ты живёшь под Кабуковым, у меня город под подошвой. Город под подошвой. Чё? До того, как раса заняли... Не зря я паузу не ставил. Я даже не представлял, что это разы может быть. С пчеловодством они не только устраивали танцы под фонарём, но и стебались над полицаями. Лизер. Ну нет, это точно не корабли. Это, скорее всего, это этот... Маркл корабли, во. Бутылки в кораблях. Или как там? Корабли в бутылках. Чё-то типа это. Челлендж запихай корабль в бутылку. Да ладно, я прекрасно знаю, что ты смог отгадать трючок от Маркула корабли в бутылках. И пока плывёт музон в темноте, мы живём, рассекая миллионы волн в темноте. Федук 27. Всё верно. Это песня Федука 27, которую он записал в честь достижения 27 лет. Я сейчас серьёзно прям думаю, хочу угадать. Оставите. Это жизни и смерти. И вспоминает легендарный клуб 27. Но, думаю, до Курта Кобейна ему далеко во всех отношениях. Подождите, мы так и не послушали песню. В отношениях. Мне 27, это тоже клуб. Мне 27, ее салют, Курт. Руки скрестил. Выйди отсюда, разбойник. Да, я знаю, что это не к месту. Заглазить, вы проржали с того, что это здесь лишнее было. Я не знаю, что это. Нет, это вовсе не песня про израильскую армию. Это трючок от Хамалинова и Девочка Война. Девочка Война, ты, подавая, тебя поймал. Ну же, девочка, тайна. Я даже не могу вдуплить. Совместный трек от... Нет, все-таки без пауз это невозможно. Ксения Зомба и диджея Тарантино. Хэштег девочка хочет движа. Даже вижу, девочка хочет движа. Давай сам. Доллар плюс ключи от машины. Она хочет... За ключи от Панамера. Надеюсь, с этой песней... Все правильно. Ты тоже справился и смог отгадать Панамера от Гудя. Ты без пауз, кренцы. Она правда с душу за ключи от Панамера. Сука хочет денег, сука хочет... Пришло время подвести итоги. Посмотри на экран, внимание. Я... Вот видите, надо 0,5. Что там? Правильно. Там ничего. Думаю, я вам пояснил. Короче, я могу вас попросить только поставить лайк, потому что за мои старания сегодняшние, за то, что я сегодня слился как последняя... Как последний чайник? Не знаю. Вот. За такие труды надо поставить лайк, потому что я очень сильно устал, серьезно. Я не спал всю ночь и еще пытаюсь как-то... Я вообще дебил. Надо ночью спать, а я не сплю. Конч. Я конч за 500, короче. Вот. Спасибо большое, что досмотрели. С вас лайк, подписка и комментарий. До новых видео. Да.